В эфире новости в студии Анатолия Чугнова. Добрый день. События, факты, комментарии. Говорим о главном к этому часу. В начале выпуска ОЧП. В Владимирской области из-за паводка уплыл деревянный дом. Необычное происшествие случилось в Меленковском районе. На место выезжали представители администрации. Это произошло в Елене. Как сообщает в МЧС, съехавший в Аку дом был нежилым. Предварительно причины подъем воды в реке и сильный ветер. Обошлось без пострадавших. Дом нежилой и построен с грубыми нарушениями правил застройки у реки. Утро во Владимире. Началось пожар на улице Полина Осипенко. Огонь вспыхнул в павильоне, где торговали готовой едой. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка и оборудование. Предварительной причиной, сообщают спасатели, стал аварийный режим работы электрооборудования. К счастью, погибших и пострадавших нет. За последние сутки в области ликвидировано 25 ландшафтных пожаров. Их площадь составила 7 гектаров. Обстановку ежедневно контролируют специальные патрули МЧС. В их арсенале квадрокоптеры, чтобы все видеть с высоты. И квадроциклы, чтобы объезжать территорию. На нарушителей уже составлено 25 протоколов и ведется 3 административных расследования. Спасатели напоминают, что в области введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штраф на граждан составляет до 20 тысяч рублей. Продолжение следует... По предварительной информации ГИБДД, он не справился с управлением. Владельцу автомобиля марки СААП, 42 года, поворачивая на улицу Федосеева, он вылетел на тротуар и наехал на металлическое ограждение. Пешеходов в этот момент не было. Сам водитель тоже не пострадал. От поездки в больницу отказался. В отношении него ведется административное расследование. Продолжаем выпуск. Десятиклассник из Владимира разработал макет площадки для выгула животных. Молодой человек уверен, таких пространств в областном центре объективно не хватает. По проекту площадка должна располагаться недалеко от многоквартирных домов. Подробности в нашем материале. Ваня вместе с семьей переехал в многоэтажку год назад и сразу столкнулся с проблемой. Рядом с домом нет мест, где можно погулять с собакой. Ну вот, выхожу я из дома с собакой. Как вы видите, здесь асфальт, тут асфальт. Есть, конечно, места газона, но на которых выгуливать собаку, к сожалению, нельзя. А собака, допустим, утром очень-очень сильно этого жаждет. Приходится бежать за дом, гулять не там. Тогда парень решил разработать макет площадки для выгула собак. По проекту она будет разделена на две части. Одна для дрессировки животных, вторая для выгула. А располагаться будет в пешей доступности от жилых домов. Мы постоянно с собаководами, я слышу, говорят, идите выгуливать своих собак в лес. Ближайший лес даже от моего дома находится чуть ли не в километре, если так можно объясниться. И поэтому утром, например, когда очень сильно торопишься в школу или на работу, я думаю, взрослые люди, им не очень удобно ходить выгуливать свою собаку куда-нибудь в лес. О своей идее старшеклассник решил рассказать в одной из групп в социальных сетях. Проект сразу получил положительный отклик. Вопрос, как никогда, актуальный. С марта во Владимирской области вступили в силу изменения в закон о содержании домашних питомцев. Хозяева обеспечивают не только достойные условия жизни, но и должны убирать за ними во время прогулки на улице. Иначе могут наказать рублем. Штраф достигает трех тысяч рублей. Парень разработал проект, как оснащать эти площадки, где они должны быть и все остальное. И что меня удивило, то что парень десятиклассник, а у него такие разумные мысли в голове. Эксперты говорят, а в городостроительных правилах прописано, что нужно предусматривать площадки для выгула животных. На практике их нет. Если уж о парковках не думают, то о владельцах животных тем более. Выход строить площадку для выгула домашних любимцев хотя бы одну на несколько домов. То есть, когда мы говорим о комплексной застройке, мы там можем предусмотреть нормативные расстояния, чтобы этой площадкой пользоваться жителям не одного дома, например, а там пяти-шести домов. И тут как раз встает момент о том, что необходимо на начальной стадии освоения какой-либо территории, либо застройщикам с администрацией, либо самой администрацией предусматривать конкретные площадки. С уже существующим жилищным фондом ситуация сложнее, говорят эксперты. Но десятиклассник Иван не унывает и надеется, что о его идее узнают как можно больше людей и найдутся те, кто поможет притворить мечту в жизнь. Александр Инин, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов. Меры поддержки для детей с целиакией и ремонт дороги на улице Пугачева. Это основные вопросы, с которым в апреле обратились к жителям города, к председателю ЗАГС Собрания Владимиру Киселеву. Целиакия, а проще говоря, непереносимость глютена, диагноз довольно редкий. Сегодня в России им болеет около 10 тысяч пациентов. Во Владимирской области всего 22 ребенка. Отдельные льготы или меры поддержки таким пациентам не положены, хотя стоимость продуктов без глютена в России и в мире в разы выше обычных. С этой проблемы к спикеру ЗАГС Собрания Владимиру Киселеву обратились сразу несколько владимирских семей. Сегодня они попросили выделить их в отдельную категорию и, может быть, каким-то образом оказать поддержку органам власти по разным направлениям, как это делается в ряд других регионов, где-то выплачиваются денежные средства, где-то каким-то другим образом эти семьи поддерживаются. Подумаем, посоветуемся с Министерством здравоохранения Владимирской области. Отдельно договорились о том, что их примет министр. Сейчас отдельно я обращусь к министру, министр их примет. Ну, подумаем все вместе, как помочь вот этим семьям. Еще одна тема – состояние муниципальных дорог. Речь об улице Пугачева в областном центре. Владимир Киселев отметил, что на последнем заседании ЗАГС Собрания добавило еще 325 миллионов рублей к сумме, которая уже была направлена на ремонт дорог. Полномочия – это именно органов местного самоуправления, но областной бюджет, областная власть, в том числе законодательное собрание, понимают, что денег не хватает в городах и районах. И вот с 2021 года мы начали выделять повышенное количество денежных средств, порядка миллиарда 600 миллионов рублей на дорожные ремонты, на дорожное строительство в городах и районах. К другим новостям рассказать о сильных духом женщинах, которые обеспечивают надежный тыл своим мужьям. Такова идея проекта «Жены героев». Фотографы-волонтеры делают портреты жен участников специальной военной операции. Проект впервые появился в Самаре. Во Владимире идею поддержала фотографа Анастасия Грушина. Вместе с командой единомышленников она проводит фотосессии для жен военнослужащих. Женщины снимаются в кителях своих мужей. Это имеет символический смысл, говорит организатор проекта. Китель несет такую двойственную мысль. С одной стороны, он символизирует бремя и ответственность, которые легли на женские плечи. А с другой, он большой и тяжелый, дает защиту и тепло. И также эти портреты будут сопровождаться строчками из писем, которые женщины адресовали своим защитникам, своим героям. Мужьям, сыновьям, братьям. Всего фотограф сделает портреты 30 женщин. Итогом станет выставка в начале мая. Организаторы отмечают, эта фотосессия вызывает положительные эмоции у жен бойцов. Женщины не только фотографируются, но и рассказывают о своих мужьях. Супруг Ирины Ушаковой в прошлом военной. Когда началась мобилизация, решил вернуться в армию. Не смог остаться в стороне. Решение о том, что никто кроме нас, это звучит не пафосно. Это для него на самом деле девиз его всей жизни. Может быть, тут сыграли еще гены его деда, который, в принципе, его воспитал. Его дед Ушаков Николай Андреевич, про него очень много в интернете написано. Он участник парады побед 1945 года, танкист, на Рестаге расписался. В Муромской центральной районной больнице откроется новое отделение. В нем будут проводить диагностику и лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе делать высокотехнологичные операции. Это необходимо, чтобы наладить кардиологическую помощь в отдаленных территориях. Муроме, Селиванове, Гороховце. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Строительные работы в разгаре. В Муромской больнице идет капитальный ремонт помещения для отделения рентген-эндоваскулярной диагностики. В нем будут лечить больных, которым срочно необходима коронарография, исследование кровеносных сосудов, а также высокотехнологичная операция стентирования. Сейчас пациенты из отдаленных районов нашего региона могут получить такую помощь только в областной больнице. Ехать приходится от 130 до 200 километров. Для этих пациентов, которые доставляются с нашей территории в областную больницу, теряется золотой час. То есть тот час, когда очень важно вовремя провести вот эту коронарографию стентирования. Потому что дальше-дальше включаются уже другие механизмы. Это значит, существует некая угроза уже и в формировании таких серьезных изменений сердечной мышцы, ну и, собственно, прогнозы развития заболеваний. Открыть новое отделение в Муромской больнице планируют уже в конце этого года. Работы ведут в рамках национального проекта на областные и федеральные средства. Всего планируют потратить около 200 миллионов рублей. На эти деньги в том числе приобретут ангиограф – рентген-аппарат для исследования сосудов. Коронарографии – это кровеносные сосуды сердца. То есть там смотрят, насколько проходимы эти сосуды. Провели коронарографию, увидели определенное сужение сосуда, которое требует сразу проведения стентирования. То есть это, по сути, операции на сосудах сердца. В прошлом году в таких операциях нуждались около 200 пациентов из Муромского района. После открытия нового отделения лечить больных с инфарктом смогут местные специалисты. А вот работа по реабилитации пациентов, перенесших инсульт, в Муроме активно ведется уже больше 10 лет. Мы не только выявляем и диагностируем инсульт, и проводим интенсивную терапию острых нарушений мозгового кровообращения, но и в состав нашего отделения входит мультидисциплинарная бригада. Работа специалистов направлена на то, чтобы уменьшить неврологический дефицит, и пациенты у нас, выписываясь домой, могли себя самостоятельно самообслуживать. Руку уже, конечно, посложнее левый делать, потому что все-таки была ослаблена левая сторона. С больными работают невролог, врач по лечебной физкультуре, массажист, логопед, физиотерапевт и психолог. Отделение оказывает помощь пациентам из семи районов. Только за прошлый год здесь пролечили около тысячи больных. Из них больше 70% смогли восстановить навыки самообслуживания. Вот поступает больной, допустим, мужчина, энных лет, полностью парализованная левая сторона, рука-нога не отказала, мы не нашли заниматься, то есть прошел реабилитационный процесс, и буквально в течение коротких сроков, 10-15 дней, он уже смог самостоятельно отходить, то есть даже уже смог сам себя обслуживать. Мы пытаемся их вернуть в нормальный образ жизни. Во время выписки из стационара больным, не имеющим инвалидности, бесплатно выдают лекарства. В рамках программы льготного обеспечения пациенты с сердечно-сосудистой патологией их смогут получать в течение двух лет. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. Восемь наград открытого Кубка Беларуси завоевали гимнасты Владимирской области. Турнир традиционно собирает сильнейших атлетов двух стран. В этом году в Минск приехали почти 100 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы. В составе сборной России выступали и владимирские гимнасты. Они завоевали восемь наград разного достоинства. Три золотых медали, три серебряных и две бронзовых. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересные истории и вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а мои коллеги подведут итоги этого дня ровно в 19.00.